Противостояние между Торпедой и Муромом это всегда зрелищно и интересно. Как только в нашей области появились две команды, то матчи с участием этих соперников окрестили как дерби Владимирской области. Смогут ли в этот раз торпедовцы взять реванш за домашний проигрыш? Ведь в этом сезоне команды уже встречались между собой в Кубке России. И тогда Муром оказался сильнее. Футболисты Владимирского Торпеда принимали футбольный клуб Муром на своем поле в рамках первенства страны по футболу среди команд группы Запад 2-го дивизиона. В турнирной таблице черно-белые пытаются дотянуться до лидеров чемпионата. Перед этой игрой они занимали четвертое место. Муром же в середине турнирной таблицы первенства. Однако в первом тайме обе команды неохотно шли в атаку. Единственный яркий эпизод в первой 45 минутке – это удаление в составе черно-белых. Буквально две минуты назад главный судья встречи прямой красной карточкой удалил игрока Торпеды еще в первом тайме. Похоже, у черно-белых шансов на победу становится все меньше и меньше. До перерыва игра не изменилась. Команды отправились в раздевалку с нулями на табло. Болельщики, которые пришли поддержать свою любимую команду в этот дождливый вечер, явно были недовольны игрой в первом тайме. Нам игра не понравилась. Почему? Таких почти ударов по воротам нет. Одни пасы не зрелищные. В принципе, игра равная. Удаление, я считаю, немножко перебор делал судья. Он сейчас будет как-то, наверное, исправляться. Я так думаю. Шансы какие-то у нас были. Все-таки атаку больше мы вели. А теперь игра уравненная. Если наши еще сдадут физически за счет отсталости одного человека, отсутствия, можем и проиграть. Второй тайм активнее начали хозяева поля. Несмотря на меньшинство, в атаке торпедовцы смотрелись интереснее. На 49-й минуте черно-белые могли выйти вперед в этом матче. Но вратарь Мурома после опаснейшего штрафного потащил мяч из девятки своих ворот. Спустя 15 минут торпеда вновь могла открыть счет в матче. Но опять помешал галкипер Муромлян Сергей Бородин. Навесная передача. Момент еще у ворот в угонного клуба Муром. Но мяч ворота не залетает. Игра шла на встречных курсах до самого финального свистка. Но в этот вечер как галкипер торпеда, так и вратарь Мурома свои ворота отстояли. В итоге областное дерби закончилось в ничью. 0-0. Главный тренер торпеда Дмитрий Визьмикин поблагодарил свою команду за то, что она сумела выставить в десятером. Я поздравляю ребят с хорошей игрой. С множеством голевых моментов. С самоотдачей. Даже десятером. Было движение, была борьба. Создавались моменты. Чуть не хватило реализации. Какого-то везения. Десятером, да, играть сложно. Когда соперников. Даже не 11, а чуть больше. Человек. Сложно играть. В свою очередь главный тренер Мурома Владимир Казаков явно остался недоволен игрой своих подопечных. У нас не получилась игра. С чем там это связано, это мы будем разбираться, наверное, внутри. Потому что, на самом деле, мы готовились и понимали, и знали, во что там соперник, как играет. Но, на самом деле, даже получив такое преимущество, там, в одного игрока, да, довольно рано, мы так и не смогли, на самом деле, так мы не смогли и в перерыве пытались, как бы, да, команде объяснить, что надо делать, да, и как. Но так и не получилось. Может быть, с выходом там Кудряшова чуть-чуть, хотя бы более какие-то осмысленные атаки пошли. Да, и мы бы хотя бы, там, ну, создали пару, там, тройку моментов опасных, которые мы там могли забить. А в остальном, ну, и действовали очень пассивно, и, как бы, ну, игра нам точно не в активы. Взять реванш за проигрыш Мурому в начале сезона не получилось. Черно-белые после этого матча остались на четвертой строчке в турнирной таблице. Муромляне с 15 очками идут восьмыми. В следующем туре Торпеда отправится к лидеру первенства футбольному клубу Долгопрудный. Команда же с берегов Аки примет на своем поле футбольный клуб «Велес» из Москвы. Никита Каргаев, Семен Богдан, Шестой канал.